Несмотря на стереотип, что бизнесмен – это мужчина 30-40 лет, на само деле бизнесом может заниматься человек абсолютно любого возраста. Причем даже ребенок или пенсионер. Достаточно лишь найти сферу, которая лучше всего подходит для каждого из них. Один дети до 14 лет. Каждый ребенок в определенный период взросления начинает понимать, что карманных расходов ему недостаточно. Чтобы не просить больше денег у родителя, он начинает искать подработку. Популярной среди подростков является сфера бытовых услуг. Например, стрижка газона, мойка машин, помощь соседям в возрасте по хозяйству. Дети в деревнях пасут живность за определенную плату, городские же могут, например, разносить почту. Два бизнес-возрасте от 15 до 20. В большинстве случаев это продажа своим сверстникам или одноклассникам, одногруппникам различных товаров, вещей, изготовленных своими руками. В современном мире существует миллион предложений для работы в интернете, которая не зависит от возраста человека и его профессиональных навыков. Три в возрасте от 20 до 30 лет. Возраст, когда все дороги открыты. Человек становится взрослым и самостоятельным. Более того, молодые люди лучше ощущают, что находятся в тренде именно сейчас. Открытие дела в 20-30 лет позволит иметь дополнительный заработок, не мешая при этом учебе или другой основной работе. Четыре от 30 до 50 лет. Когда человек уже крепко стоит на ногах и осознает, что появилось желание что-то кардинально изменить, самое время открыть бизнес. Как показывает статистика, люди, начавшие свой бизнес в возрасте от 30 до 50 лет, имеют не меньший успех, чем молодые специалисты в этой сфере. Приобретенный жизненный опыт поможет избежать множества проблем, более того, подобное занятие поможет снова почувствовать себя молодым. Пять чем заняться на пенсии. Как ни странно, но пенсионный возраст – отличное время для бизнеса. Период, когда накопленных средств достаточно, обязательств меньше, а свободного времени намного больше, нежели в молодом возрасте. Для этого совсем не обязательно работать в офисе, можно превратить свое хобби в источник заработка. Так многие пенсионеры занимаются продажей вязаных изделий, домашней выпечки, либо выращиванием и продажей овощей и фруктов. Некоторые предпочитают заниматься различными сетевыми маркетингами, продавая косметические средства или пищевые добавки своим друзьям и знакомым. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Продолжение следует...